Друг, я так тебя ждал. У меня ведь для тебя столько новостей. Давай расскажу. В это непростое время Фотолбэкспо вместе с Олимпус решили поддержать фотографов конкурсом, в котором принять участие и победить сможет каждый из вас. Жанром конкурса выбрана предметная фотография, а для того чтобы принять в нем участие необходимо вложить в свой аккаунт инстаграм одну предметную фотографию. Каждый снимок должен быть подписан двумя хэштегами Фотолбэкспо и Home with Olympus, а также необходимо быть подписанным на наш ютуб канал Фотолбэкспо и на все уведомления. Призом конкурса станет камера Olympus OM-D M5 модель 3 и 2 объектива 14-42мм и 30мм макро. Все подробности оглашены в видео перед данным выпуском новостей. Начнем с небольшой новости для тех, кто боится выронить из рук полнокадровую молитку Sigma для киноделов. Пошушукали поляки между собой и сделали риг для Sigma FP. Компания 8Cine уже сделала клетку для Nikon Z6 и Z7 и теперь посмотрела в сторону Sigma FP. Устройство полезно в первую очередь видеооператорам, которые с его помощью прикрепляют к камере различные аксессуары, такие как мониторы, микрофоны, передатчики, приемники, свет, бутерброды с колбасой и так далее, превращая камеру в переносную киностудию. И все это за 140 зеленых, что конечно не совсем бюджетно, однако изделия данной компании выполнены качественно, поэтому и стоят недешево. Сам я к таким клеткам конечно отношусь скептически, так как не все они могут обеспечить надежную фиксацию одним винтом, а именно так чаще всего они и крепятся. А дополнительных зажимных механизмов в данном приспособлении я пока что не вижу, но посмотрим как оно будет. Что касается дизайна однозначно зачетный. К слухам о мифической Sony Alpha 7S III добавился новый. Новая камера Sony зарегистрированная под номером WW271448 получила Bluetooth 5.0. Модель уже прошла сертификацию. Как уже сообщалось ранее, некоторые спецификации WW271448 это Wi-Fi 5 ГГц и 2,4 ГГц и Bluetooth 5.0. И это может нам указывать на то, что предстоящей камерой станет модель верхнего сегмента. Возможно, подчеркну, возможно Sony Alpha 7S III наконец-то. Постоянные слухи и домыслы о которой уже давно вызывают обоснованное раздражение, так что не будем раздражаться и к следующим новостям. Fujifilm рассказали о том, что подарили камеры мгновенной печати Instax 31 больницы Национальной службы здравоохранения Великобритании и 19 другим больницам в 7 других странах, чтобы помочь больничному персоналу, находясь в костюмах индивидуальной защиты, поделиться своей улыбкой с пациентами. Компания нашла нетривиальный способ помочь сотрудникам и пациентам больниц, предлагая персоналу больниц сделать при помощи камер Instax свои фотографии и прикрепить их своим защитным костюм, чтобы больные понимали, как выглядит человек под этим скафандром. А вот у нас в России, судя по статистике, вирус очень боится референдума, поэтому решил дать времени на то, чтобы добропорядочные граждане пошли, проголосовали и без опаски подышали и покашляли друг на друга. Или, например, чтобы побоялись прийти, что для кого-то тоже выгодно. Все-таки главное это принятие новой конституции. А там, глядишь, и вторая волна пандемии подоспеет, но это уже не так важно. Основной закон-то народ с воодушевлением одобрил, даже если не пришел голосовать или большинство было против. Японский ресурс Map Camera опубликовал несколько фотографий нового объектива Foytlander Nocturne 60mm f0.95, в котором творческие люди с камерой могут спокойно отбиваться в темном переулке от плохих шей. Несмотря на предназначение объектива для системы Micro 4.3, размеры объектива, конечно, совсем далеки от философии компактности данной системы. Объектив при установке на камеру словно нашептывает байонету «щай, я тебя надломлю, дружок». Впрочем, объектив специально установили на миниатюрный Olympus Pen F, а на более крупных камер, ну, вроде E-M1 или Panasonic G9, он выглядит более органично. Объектив не автофокусный, минимальное расстояние съемки составляет 34 см, коэффициент увеличения 1 к 2 в 35-мм эквиваленте. Продажи должны начаться в октябре текущего года, ожидаемая цена – 1200 долларов. Эх, давненько у нас не было хороших таких новостей про бюджетные, качественные камеры, что стали еще лучше и еще бюджетней. Может, в следующем выпуске такие новости будут. А пока про Hasselblad. Хорошая новость для всех владельцев Hasselblad, а точнее для владельцев двух моделей беззеркальных среднеформатных камер X1D Model 2 50C и 907X Special Edition. Компания выпустила прошивку 1.2.0, которая добавляет режим съемки видео 2.7K 30p. Ну, конечно же, не только это, еще будет и Full HD, и все это 8-bit 4.2.0. Компания не предоставила информацию, будет ли использоваться при съемке видео весь датчик или только его часть. Известно лишь, что пользователям доступен только ручной режим съемки, а продолжительность записи 30 минут. Ну, наконец-то, бесперспективные фотографы смогут откинуть несерьезное ремесло фотографа и, как настоящий профи, снимать видео на фотокамеру Hasselblad. Свадьбу в 2.7K за 5500 рублей. Сарказм, конечно, но давайте реально подумаем. Оно вообще нужно владельцам таких камер. То ли дело Лейка, там и фото, и видео теперь огонь. Привет, Лейка, я по-прежнему готов стать твоим амбассадором. Но возвращаясь к Хасику, для фотографов прошивка также будет полезна, так как она добавляет брекетинг фокуса, присвоение оценок фотографии, брекетинг экспозиции, различные инструменты управления баланса белого, улучшена автоматика и т.д. и т.п. В общем, ля-пота. Ля-пота для тех, у кого есть мани в кармане на такие аппараты. Неожиданно новость от Лейка. В начале января компания Лейка представила и обещала начать продажи новой версии монохромной камеры Лейка М10 монохром с сенсором 40 мегапикселей и стоимостью 8300 долларов. Однако эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, и поставки этого роскошного, но довольно низшего и очень дорогого продукта, скажем так, осложнилась. Дорогие зрители, я понимаю, что вы сейчас ломанулись звонить в банк, чтобы взять пятилетний кредит и купить этого черно-белого жеребца, но не спешите. На Лейка Руморс появился пост от одного из читателей. Цитирую. Я получил комментарии от компании Лейка на вопрос о наличии М10 монохром. Представитель компании подтвердил, что поставки камеры сильно задерживаются из-за того, что завод Лейка в Португалии был закрыт с января, и они только теперь начинают работать, и пока только один день в неделю. Эх, нравится камера, ну что, будем ждать. Или по-португальски. Кстати, оцените мой европейский-португальский. А теперь новости каратыши. Nikon Z5 не получит встроенного видоискателя. Ну и бог с ним. К следующим новостям. В Tamron 70-180mm f2.8 di третьей модели обнаружен брак системы коррекции кривизны поля. Видимо, поле кривее, чем нужно. Совсем недавно компания выпустила достаточно бюджетный объектив 70-180mm для камер Sony, и вот спустя месяц компания выпустила пресс-релиз, которым признаёт наличие на рынке бракованной партии. Производитель предлагает найти шестизначный серийный номер на самом объективе или на коробке и ввести для проверки на специальной странице. К сожалению, количество бракованных экземпляров или хотя бы процент не указан. Вслед за Canon и Fuji подтянулся и Panasonic. Стало известно, что программисты этой компании решили не отставать от трендов весны 2020 года и выпустили свой софт, который позволяет использовать некоторые камеры Lumix для потоковой передачи данных в социальные сети или приложения для проведения онлайн-конференций. Кстати, программисты тоже подстраховались, и программа также имеет статус бета. Совместимые модели GH5, G9, GH5S, S1, S1R, S1H. Скачать софт, конечно же, можно на сайте компании. При этом, внимание, всё работает под Windows 10, 32 и 64 бит. Яблочники снова за бортом. Так что, друзья, я предлагаю ввести термин дискриминации операционных систем. Например, технизм, или операцизм, ну или яблонизм. Ну, такой чисто русский термин описания дискриминации операционной системы компании с яблочком на корпусе. Ну, если хотите, можете предложить свой вариант в комментариях. Итак, это были все новости на сегодня в видеоформате новостей. Почему в видеоформат? Я повторяю, что у нас есть веб-сайт. Прямо, муа, красивенький, беленький, с красненьким. Проходи стильно, почитаешь новости, ознакомишься. Как-то странно я сложил слова, как будто рандомный какой-то генератор чисел сейчас был. Ну, ты меня понял. Что здесь у нас? В соцсети, ВК, Фейсбук, Инстаграм. А еще есть два Телеграм-чата по фото и видео. Проходи, ознакомься. И, конечно же, до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok